Хочу рассказать, вот анонс у меня был про многообразие, про функцию обратимую на нем, про многообразие над низантым полем, функцию обратимую на нем, которая есть сумма двух квадратов над полем рациональных функций этого многообразия. И тогда у каждой точки найдется окрестность по Зарисскому, такая, что это функция, заключение теоремы, такая, что это функция и сумма двух квадратов в этой окрестности. Вот, значит, это я, к сожалению, точно не успею рассказать и даже, значит, видимо, не успею рассказать намек на, значит, на это доказательство. Кое-кому я на скамеечке, по-моему, вам, да, Женя, значит, на скамеечке рассказывал, и еще кому-то я рассказывал, но эти вы даже не помните, но хорошо. Ладно, значит, кому-то я точно на скамеечке рассказывал про это, вот, ну, если кто-то, значит, захочет подойти и узнать хотя бы намек на то, как это рассказывается, то есть, как это доказывается, как это утверждение доказывается, в общем, с помощью техники, которую мы развили, то есть, помощью многозначных отображений, вот, то, значит, я с удовольствием объясню. Значит, фокус состоит в том, что, значит, мы ввели, что такое многозначное отображение из точки в кривую, но мы совершенно не ввели, что такое многозначное отображение из, а, вот вам я рассказывал, правильно, да. Данила, да, вам я рассказывал, и даже мы беседовали про многозначное отображение из одного многообразия в другое многообразие, про А1-эквивалентность таких многозначных отображений и про мувин-лемо в этом контексте. Значит, сколько сейчас времени? 31. А? 35. 35? О, я тогда начинаю, конечно. У меня часы чуть-чуть отстают. Каждая минута в конце становится на вес золота. Вот, поэтому я, значит, ну, я полагаю, что все, кто, значит, хотел прийти. Ну, да, и мне очень приятно видеть, что, значит, что практически все, может быть, даже, значит, в общем, я практически никого не потерял, вот, насколько я понимаю, ну, в общем, практически никого не потерял, несмотря на то, что я старался вас запугать как можно сильнее. Ну, вот, вы очень стойкие. Спасибо. Хорошо, значит, что я, значит, сначала хочу рассказать сегодня, я хочу рассказать вот ту самую мувин-лемму. Набросок доказательства, которые я в конце рассказал, сказал, что это просто воспользуемся китайской теоремой об остатках и получим то, что надо. Вот, ну, я напомню формулировку. Если есть, как всегда, значит, неприводимая, значит, гладкая неприводимая кривая x, все над полем комплексных чисел, гладкая неприводимая, афинная кривая над полем комплексных чисел, и точка x0 на ней, и еще несколько точек z1, z2, zn, которые отличны от точки x0, и мы можем считать, что они попарно различны. Вот, то мы можем найти отображение, существует регулярное отображение π в, значит, афинную, в афинную прямую, которую часто обозначают c, но я бы сказал, что наоборот, c часто обозначают как афинную прямую. Вот, отображение π, это просто, это же регулярное отображение из афинную прямую, поэтому это просто функция, значит, существует некоторая функция g, g, да, значит, которая обладает таким свойством. Первое, g от x0 равно 0, но g не принадлежит mx0 в квадрате, не принадлежит квадрату максимального идеала, то есть она в нуле равна нулю, но ее производная не равна нулю в точке x0. второе, g от zt не равно нулю, для любого и равно единице и так далее, n. Иногда меня спрашивают, в каком порядке квантером вставлять, вот сначала квантер, потом вот это, но очень часто так, значит, когда пишешь математический текст, то пишешь чуть-чуть неформально. вот, правильно написать, конечно, вот так, для любого, g от zt не равно нулю. Вот, и третье, g, опять же, для любого, и равно единице, n, g от zt не равно единице. Вот, последнее условие мы, на самом деле, можем, с точки зрения приложений, значит, можем заменить на следующее условие, три штриха. Существует а, комплексное число такое, что для любого и равного единице а, и так далее, g от zt не равняется этому а. Мораль такая, что просто, если у нас это точка 0, в которую попадает точка x0, то в качестве точки 1, масштабируя координату на афинной прямой, мы любую точку а, а не равная нулю. Масштабируя координату на афинной прямой, мы можем считать, что любая точка а, отличная от нуля, это и есть единица. А? Нет, существует, потому что мы хотим, чтобы g от zt не равно а было. Но это же неверно, что для любой, значит, g от zt может оказаться равным а. Что-то смущает? Ну, мораль такая, что мы берем, значит, вот у нас уже задана функция g, теперь мы ее вычисляем, значение в точках zt1, ztn, и вот получаем несколько точек g от zt на афинной прямой. Ни одна из этих g от zt, она не равна нулю по условию 2. Вот, ну вот мы берем здесь единичку где-то вот здесь. Точнее, точку а где-то вот здесь берем. Отлично от всех этих точек и от нуля. Поэтому не для любой, а существует. Их, конечно, много выборов, но тем не менее, значит, она существует. Мы не можем взять а, равный вот этой точке, или вот этой точке, или вот этой, или вот этой. Ну да, конечно. Правильно. Ну, можно написать так, можем выбрать а. Вот я и поэтому пишу, что существует а. Ну да, выполняется всегда, да. Да, вы правы, выполняется всегда, существует а. Хорошо, значит, давайте я сначала... Да, во-первых, да. Скажем так, доказательства, и доказательства я буду доказывать для плоских кривых. Чтобы упростить мне жизнь и вам жизнь. А при этом принципы останутся те же самые. То есть, наша кривая задана уравнением F. Чтобы мне потом не менять координаты. F от T, Y, F от T, Y равно нулю. В С крест С. Первая координата это T, а вторая координата это T, Y. Так у меня координата T идет, а так у меня координата Y идет. Вот, например, вы можете иметь в виду такую кривую Y равняется T квадрат. Даже в случае этой кривой вполне себе утверждение этой леммы, значит, содержательно. Хотя и просто. Но, значит, на простом примере всегда очень хорошо видно, чего происходит. Вот здесь наша кривая выглядит вот так. Я еще не забыл, как рисовать параболу. Вот, и, значит, ну давайте напишем, что Y равняется T квадрат плюс какой-нибудь там B. Я хочу сказать, что первое действие, которое мы можем сделать, да, я сейчас нарисую доказательства. Значит, начало методом картинки. Если уметь картинки переводить, значит, в корректные рассуждения, то метод картинок это очень сильный метод. Вот я им пользуюсь уже много-много лет, по крайней мере лет 30, наверное. И успешно многие вещи доказываю, вот, потому что картинки помогают понимать, что происходит. Вот, ну а, значит, вычисления, дальше можно, глядя на картинки, произвести подходящие вычисления. Вот, давайте я доказательства методом картинки. Вот какая-то такая моя кривая X, я ее на сей раз чуть по-другому нарисую. Вот, и вот у меня есть точка X0, и вот у меня есть точки, скажем, Z1, Z2 и Z3. Значит, чего я хочу? Сначала я хочу, чтобы, вот это у меня такая асимптота. Моя кривая убегает на бесконечность параллельно оси Y. Вот здесь она тоже убегает на бесконечность. Одна ветвь убегает на бесконечность, и вторая ветвь убегает на бесконечность. Значит, первое, что я хочу, значит, чтобы над каждой точкой, да, я буду проектировать на ось T. Вот это отображение P, это будет просто параллельная проекция вот такого толка на ось T. И первое, чего я хочу добиться, чтобы у меня, значит, с точки зрения этой параллельной проекции, ни одна, значит, ни одна веточка моей кривой не убежала на бесконечность. Вот, но веточек, которые убегают на бесконечность, как мы увидим ниже, вполне строго, за это отвечает старшая форма вот этого многочлена. Вот, как мы увидим ниже. Веточек, которые убегают, то есть асимптот у кривой, их конечное число. Поэтому, убирая это конечное число направлений, вот, я могу выбрать такое направление, что... Да, пардон. Первое, что я сделаю, на самом деле, это я параллельным сдвигом оси T сделаю так, что точка X0 будет лежать на этой оси, на оси T. И более того, потом, значит, выбрав начало координат на оси T, я буду считать, что точка X0 это точка 0,0. Вот, а вот теперь я уже буду выбирать параллельное проектирование на ось T вдоль какого-то семейственного, вдоль какого-то направления. Так вот, для почти всех выборов направлений, в данном случае для какого-то вот такого направления, асимптота уже не будет параллельно этому направлению. Вот, и поэтому, значит, интуитивно говоря, над каждой точкой здесь у меня будет висеть три точки. Раньше у меня над вот этой точкой, ну, может быть, даже не висело ни одной точки, вот, потому что все там убегало на бесконечность, и все, в конечной части никаких точек не висело. А сейчас, выбрав направление, я получаю, как на этой картинке видно, над каждой точкой висит, значит, висит три, висят три точки. Это первое, чего я хочу добиться. Значит, а второго, чего я хочу добиться, это чтобы... Да, вот у меня появилось проектирование. Проектирование просто задано некоторой линейной функцией, а точнее, вот, я могу сказать, что вот у меня появилась вторая координата, вторая координата, и я ее обозвал y1. Так вот, я хочу, чтобы моя координата y1 для любой точки, точек z1, для каждой точки z1, z2, z3, y1 от z2 не равнялась бы нулю. Это и будет означать, что над точкой 0 ни одна из точек z1, z2 и z3 не висит. Вот. Значит, мы добились условия того, что y1, это будет мое g. y1 от 0, 0 по построению равно нулю, потому что здесь в этой точке вот обе координаты равны нулю, в частности, y1 равно нулю. мы не добились пока, что y1 не принадлежит квадрату. Давайте это сейчас оставим секундочку на закуску. Но мы уже знаем, что g от z2 не равно нулю. g от z2 это вот это, и это не равно нулю. Так что второе условие мы выполнили. Дальше, значит, третье условие. Третье условие нас не так-то интересует, нас интересует условие 3''. Но про условие 3' я уже объяснял. надо просто взять y от z1, y от z2, y от z3, y1, пардон, y1, y1 от z3, вот, и, значит, взять а, не принадлежащим этому множеству. и еще нолик сюда добавить, вот, и множество. Вот. Тогда будет выполнено условие 3'. Нам осталось выполнить условие, вот это условие, чтобы, чтобы y1 не принадлежало квадрату максимального идеала в точке x0. Вот. Значит, для этого... Для этого, вообще говоря, нужно быть чуть-чуть аккуратным. Значит, и этот момент я, на самом деле, чуть-чуть упустил. Вот. Но для этого нужно вот что сделать. Наша кривая гладкая, поэтому в точке x0 у нее есть касательная. Вот. Так вот, нужно, чтобы ось t не оказалась касательной к точке x0. Вот. Ну, для этого надо, значит, вот ось t еще чуть-чуть поменять, сделать ее t1. Но лучше это сделать с самого начала. Вот. Чтобы сначала поменять t1, а потом выбирать подходящим образом y1. Вот. Теперь давайте сделаем рассуждение корректным. вот, а именно давайте сформулируем пару утверждений. Теперь мы пишем доказательства, но уже честно. Доказательства. Значит, первое, что мы сделаем, это параллельно наверное, заменив да, я напишу просто так. Можно считать считать, что t от точки x0 наверное, не t от точки x0 ось t задается уравнением y равно 0. Правильно? Вот. Значит, можно считать считать, что y от x0 равно 0. Тогда тогда что? Тогда x0 принадлежит оси t. это значит, первое действие. Далее можно считать что x0 это начало координат на оси t. иначе говоря, иначе говоря, x0 вообще имеет вид 0,0. Такую точку. Вот. Третье, что значит, нужно заранее сделать, это немножко повернуть ось t выбрав линейную линейную замену координат значит, я сейчас если начну писать, то немножко собьюсь, поэтому это я оставлю на вас. Вот. выбрав линейную замену координат мы можем ось y оставить той же самой, а ось t заменить на вот такую ось. Так, чтобы ось t1 уже значит, не касалась бы нашей кривой x в точке x0. Напишу я это вот так, что значит, можно считать после линейной замены координат мы y оставляем тем же самым. Значит, это такая линейная замена координат y1 равняется y, вот, а t 1 равняется y плюс μ плюс μt. или там минус μt. Можно считать после линейной замены координат вот такого вида, что ось t не касается тревой x в точке x0. Ну, она так трансверсальна, просто, вот как я нарисовал, она была касательная, а стала трансверсальна. Касательная это прямая одна, вот, любая другая прямая будет трансверсальна. вот, в этом случае, в этом случае, в этом случае, да, но я не буду делать эту линейную замену координат, а буду считать, что с самого начала у меня так, что ось t не касается x в начале в точке x0. и тогда функция да, ну вот, вот так. Я написал, что можно считать, а именно вот эти вещи. Теперь, значит, утверждение 1. положим t1 равным лямбда t плюс y, а y1 равняется y. Вот про эту замену координат, которая здесь участвовала, значит, забудьте. Просто я ее написал для того, чтобы написать вот это предложение. Забудьте, потому что путаница иначе возникнет. Значит, положим t1 равным лямбда t плюс y, а y1 равным y. Где лямбда какое-нибудь комплектное число. тогда для всех лямбда кроме конечного числа для почти всех лямбда с кроме конечного набора. f от t y равен f от t 1 y1 и равен в координатах после подстановки он в этих координатах многочлен f в координатах t1 y1 имеет вид мю умножить на y в степени d что такое d d это степень вот этого многочлена d d это общая степень многочлен f f от t y мы от t от t отвечает 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 за асимптоты вот он однородный многочлен двух переменных над полем комплексных чисел поэтому он однозначно раскладывается на множители в виде какая-то константа не нулевая умножить на произведение по i от единицы до d a и t умножить на y плюс b и t умножить на t и асимптоты к x это значит это прямые c2 вида а и t умножить на y плюс b и t умножить на t равно нулю они все проходят через ноль вот но это так просто пояснение того что такое асимптоты мне значит для формулировки это совершенно не нужно знать для доказательства нужно знать y1 плюс g1 от t1 умножить на y1 в степени d-1 плюс и так далее плюс g d от t1 умножить на 1 замечание да мю не равно нулю замечание f от t y равно нулю следует из этого утверждения эквивалентно тому что что y1 в степени d плюс h1 от t1 на y1 в степени d-1 плюс и так далее плюс hd от t1 умножить на t1 равно нулю где где h и это есть g и t g и поделить на мю мю не равно нулю поэтому мы можем делить вот ну надо было бы написать g от t1 y аккуратно написать так так значит утверждение 2 утверждение 2 для всех лямбда принадлежащих c кроме конечного числа t1 от z этого не равно нулю значит поэтому значит в качестве в качестве g мы положим после замены координат мы возьмем функцию g равно а чего там t1 тогда значит давайте посмотрим что вот это условие у нас выполнено и и вот это условие у нас выполнено поставим здесь вопросик и поставим здесь вопросик ну вот давайте проверим второе условие сначала по модулю вот этих двух утверждений давайте проверим проверим второе утверждение нам нужно знать что g от затытов не равно нулю вот g это функция t1 а про функцию t1 значит она выбрана так при помощи значит вот этого утверждения благодаря этому утверждению что она действительно в точках затытов не равно нулю вот поэтому g от затытов равно t1 от затытов для любого для всех затытов не равно нулю тем самым мы можем поставить плюсик вот здесь проверено давайте теперь проверим первое утверждение в первом утверждении есть две части g от x 0 равно нулю и второе давайте проверим что g от x 0 равно нулю значит но наша точка как сказано вот здесь это точка 0 0 поэтому у нее обе координаты равны нулю а t1 сейчас наша координата значит поэтому t g от x 0 равняется t1 от 0 0 равняется 0 t1 от 0 0 это просто первая координата первая но не u равна нулю вот поэтому мы можем здесь поставить плюс-минус вот а именно вот эту часть проверили вот вот эту часть еще не совсем проверили вот однако значит у нас есть вот здесь такая предварительная такая предварительная подготовка которая говорит что можно считать что ось t не касается x в точке x0 значит давайте поймем что наше линейное преобразование не изменяет не изменяет ось t вот а именно значит значит ось t задается изначально уравнением y равно нулю вот а после такой линейной замены координат ось t1 ось t1 задается уравнением y1 равно нулю но y1 равняется y поэтому значит и ось t задается уравнением y равно нулю и ось t1 задается тем же самым уравнением вот поэтому значит ось t у нас не изменилась а про нее значит было условие что она не касается x в точке x0 вот из этого я оставлю это на закуску можно вывести что вот это значит функция t1 не принадлежит mx0 в квадрате ну и в скобочках я напишу это эквивалентно тому что ось t1 не касается x в точечке x0 значит вообще такое общее замечание что если у вас есть какая-то прямая на плоскости она задается линейным уравнением линейное уравнение равно значит пишем линейное уравнение значит равно нулю допустим что эта прямая проходит через какую-то точку например через точку x0 тогда значит это линейное уравнение обращается в этой точке в ноль в каком случае эта прямая не является касательной к точке значит в точке x0 ну значит у касательной есть свое линейное уравнение эти два линейных уравнения просто не должны совпасть вот и из этого свойства это свойство равносильно вот этому что значит что линейное уравнение которое задает вам исходную прямую она обращает это уравнение обращается в ноль в точке x0 вот но функция которая его соответствующая функция не лежит в m от x0 в квадрате ну так запомните это как принцип вот давайте я вот наглядно я показал это значит а значит точно не буду пояснять так хорошо теперь касательно значит вот этих значит по модулю двух этих двух этих утверждений утверждения 1 и утверждения 2 мы доказали нашему венлему как мы уже выясняли точку а можно выбрать ну практически какой угодно вот то что точку а можно выбрать практически какой угодно кому непонятно или наоборот кому совсем понятно отлично хорошо хорошо значит теперь давайте я чуть-чуть поясню про значит про значит доказательства скажем вот этой леммы чуть-чуть значит я чуть-чуть поясню вот я оставлю дальше вам значит в качестве на самом деле легкого упражнения значит вот у нас есть такая замена такая замена координат но пока что лямбда это произвольное значит комплексное число вот какое хотим такое такое и возьмем вот даже лямбда равной лямбда не нулевое да чтобы t1 не оказалось равным случайно у вот запишем как было сказано выше многочлен f от t y в виде fd от t y плюс fd минус 1 от t y многочлен имеет степень d плюс и так далее вот этот вот fd это однородный многочлен степени d fd минус 1 однородный многочлен степени d минус 1 и так далее и так далее и вот здесь я написал что здесь я написал какую-то чушь-не чушь вот так конечно должно было быть вот старшая форма имеет степень d вот так напишем что с точностью домножителя домножив домножив на константу если я ставлю сюда какую-нибудь константу ненулевую могу считать что fd от t y равняется как там написано произведение а и тх а и тх y плюс b и тт вот теперь значит утверждается утверждается что вот для такой линейной замены координат после такой линейной линейной замены координат значит это произведение а и т здесь пи от единицы до d после такой подстановки значит оно станет значит равным произведению по и от единицы до d здесь окажутся какие-то c и т y плюс d и т d и т t 1 y1 t1 вот после 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 такой подстановки причем для любого i c и т не равно нулю и это будет так вот что все c и т не равны нулю для почти всех лямбда вот для этого ну да мы вот просто берем такой линейный одночлен делаем такую подстановку ну и просто смотрим чтобы значит вот это значит после такой подстановки вот это выражение значит оказалось обладало свойством ци т не равно нулю вот тогда тогда вот это хозяйство равно c умножить на y1 в степени d плюс какой-то скажем ρ1 от t1 умножить на а пардон значит плюс давайте напишем так cd здесь cd плохо ладно какая-то буковка ed плюс ed minus 1 умножить на y1 в степени d минус 1 умножить на t1 плюс и так далее и так далее плюс ed умножить на t1 в степени d вот все что нам важно это что ed равно произведению цитых и это не равно нулю тем самым у нас появился старший член вот такого вида y1 в степени d вот во всех остальных членах во всех остальных членов y1 входит в меньшую степень но вот этот член появился с ненулевым коэффициентом вот ну и когда мы будем подставлять вот эту вот эту подстановку будем вставлять в значит слагаемые меньшие степени то там y1 окажется в меньших степенях и получится поэтому что f от y равняется вот такому многочлену здесь у меня написано не равен нулю но мой мю это на самом деле вот эта самая цель вот так что ну простой такой линейной постановкой мы действительно можем такого добиться вот это раз и значит вот это совсем уж значит просто ну давайте я одно слово скажу что такое t1 условие t1 от какой-то точки z равно нулю точка z точка c2 t1 равно нулю значит значит это лямбда t плюс y от z равно нулю это то же самое что лямбда на t от z плюс y от z равно нулю вот ну и значит бывает значит две ситуации одна ситуация когда t от z не равна нулю вот тогда чтобы это равенство это равенство это равенство эквивалентно тому что вот равенство звездочка да звездочка эквивалентно тому что лямбда равняется y от z поделить на минус y от z поделить на t от z то есть вообще есть единственное число лямбда которое это равенство выполняется для всех остальных не выполняется вот и второй случай это когда t от z равно нулю вот но если t от z это равно нулю значит то пардон да точка z у нас по условию нашей леммы значит не совпадает с точкой x0 а точка x0 у нас стала значит после предварительных значит подготовительных телодвижений стала точкой 0,0 вот в ней обе координаты равны нулю в точке 0,0 обе координаты равны нулю а точка z это не есть точка 0,0 значит хотя бы одна координата не равна нулю значит если t от z равно нулю то из этого следует что y от z не равно нулю точка z у нас не равна точке 0,0 значит y от z не равно нулю но если y от z не равно нулю то да лучше виноват лучше сказать так если t от z равно нулю то вот это равно нулю а все выражение тоже сумма равна нулю поэтому y от z равно нулю противоречие t от z и y от z не могут быть одновременно равны нулю для вот такой точки вот поэтому 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 на самом деле выбирая лямбда любым кроме вот этой точки ну и любым кроме нуля мы значит добиваемся того что значит хотим точек z при этом у нас конечное число поэтому у нас есть конечное число запретов на точку лямбда вот но это вот чисто алгебраическое доказательство значит того что я делал на этой доске руками вот ну каждый из вас может выбрать что он предпочитает я люблю вот такое доказательство вот но значит честное доказательство вот такое вот но честное доказательство ну немножко в координатах там что-то посчитали такое А картинка показывает, что мы можем, на самом деле, честно координаты посчитать. Саша, вы что-то хотите спросить? А зачем нам условия на асимптоты? На асимптоты? Вот я сейчас скажу, как раз, зачем нам условия на асимптоты. Мы добились следующего, что вот это условие, то есть наша кривая, которая задана уравнением f от t, y равно 0, значит, это уравнение в новых координатах равносильно такому уравнению. И теперь давайте посмотрим, какое нам от этого счастье. А счастье нам от этого большое. Значит, следствие С от t1, t1, y1 по многочлену, по главному идеалу, порожденному многочленом g, а наша кривая теперь задается, это многочлен g. И наша кривая задается уравнением g в новых координатах t1, y1 равно 0. Это наша кривая, наша кривая x. Поэтому кольцо функции на ней, это c от t1, y1, фактор по главному идеалу, порожденному элементом g. Но элемент g имеет вот такой очень специальный вид. Поэтому, значит, это кольцо равно, в нем есть базис. Как кольцо, как c от t1 модуль, наше кольцо равно 1 умножить на c от t1 плюс y1 умножить на c от t1 и так далее, плюс y1 в степени d минус 1 умножить на c от t1. Иначе говоря, у нас возникла очень приятная ситуация, когда вот это у нас кольцо функций на x, а внизу стоит кольцо функций на афинной прямой. Это есть кольцо функций от одной переменной t1. У нас есть вот такое включение, и верхнее кольцо оказалось как модуль свободным с базисом единицы y1 и так далее, y1 в степени d. Как свободным модулем с таким базисом над кольцом функций афинной прямой. Но в этом случае для предпучков с трансферами у нас есть гомоморфизм. Наше отображение называлось где-то там отображением π. Вот здесь. У нас есть гомоморфизм с трансферами. Пи со звездочкой в f от а1. Ну и тем самым, если у нас есть какой-то s, лежащий здесь, тогда у нас есть Пи со звездочкой от s, лежащий здесь. Здесь, поскольку, да, не поскольку, теперь, если кроме того, f является гомотопически инвариантным, не только с трансферами, но и гомотопически инвариантным, то значение в единице от этого хозяйства равняется значению π от s в нуле от этого хозяйства, как мы доказывали на самой первой лекции. А с другой стороны, вот это, это есть d1 со звездочкой от s, а это есть x0 со звездочкой от s плюс d0 штрих со звездочкой от s. И это, в другой чуть-чуть записи, это s от x0 плюс d0 штрих со звездочкой от s. Это я отвечаю на вопрос, зачем нам нужно, зачем нам нужно вот это, а, про асимптоты, вот на самом деле мы разобрались с асимптотами. Вот в этом утверждении мы разобрались с асимптотами. Значит, у нас, ну, грубо, ну, я отвечаю более точно, Саша, на ваш вопрос. Мы разобрались с асимптотами, мы убрали асимптоты. Это нужно для доказательства следствия. Да. Это нужно для того, чтобы было хорошее следствие, да. Ну да, в Лейме, я забыл сказать совершенно верно, что, да, в Лейме еще есть такой четвертый пункт, что c от x свободный, c от t1, c от t1 модуль. Я забыл сказать, что это следствие, точнее, не следствие, а четвертый пункт, но четвертый пункт вылез вот здесь в качестве следствия. это пункт 4 лемма. Значит, теперь, глядя на лемму, ну, я все, значит, еще раз повторяю, значит, главное заключение, которое у нас есть от мувен леммы. Если у нас есть гомотопический инвариантный предключок с трансферами, то мы можем, и сейчас мы увидим, значит, есть сечение s, такое, что s на x минус x0 минус z1 минус zn равно нулю, вот, то, как мы уже выводили, но сейчас я еще раз просто это выведу, то отсюда следует, что s от x0 равно нулю. То есть, такой принцип непрерывности. Гомотопические инвариантные предпучки с трансферами позволяют нам, дают нам некоторый принцип непрерывности. Если сечение равно нулю на некотором открытом по-заристскому куске в x, то тогда оно равно нулю в точке x0. На самом деле, тогда оно равно нулю, точку x0 можно было выбрать произвольно, поэтому оно, значит, будет равно нулю просто в любой точке. Вот, так вот, значит, чтобы докончить это хозяйство, скажу, что что в соответствии с нашей леммой, с нашей леммой нужно взять здесь не не единичку, а а. Вот. Но мы знаем, что опять же, на первой лекции в общем, мы, значит, можем считать, что а равно единице. Вот. Масштабировав ось t1 имеет место такое равенство, значит, здесь имеет вот такое равенство, а d1 где лежит? Точнее, dA, пардон. Здесь тогда надо написать dA. Вот. Где лежит dA? dA лежит, ну вот я так немножко видоизменил картинку. dA лежит вот здесь. То есть он лежит в x минус x0 минус z1 минус zN. А вот здесь наше сечение равно нулю. Это наше v. и s, суженный на v равен нулю. Вот. Поэтому по лемме, которую мы доказывали в прошлый раз, значит, это хозяйство равно нулю. И точно так же, значит, где лежит d0' д0'. это вот такие точки с какими-то там может быть кратностями, вот. Но главное, что они лежат вот здесь же, то есть лежат вот в этом v. потому что ни одна из этих точек не совпадает с x0, и, значит, функция наша в этих точках равна нулю, а в этих точках она не равна нулю. Поэтому мы заключаем, что вот эта штука тоже равна нулю. Вот. Но поскольку у нас есть равенство, и вот это равно нулю, и вот это равно нулю, то мы заключаем отсюда, что s от x0 равно нулю. Я просто уже в который раз повторил одно и то же рассуждение, вот, но может быть я это сделал для того, чтобы оно засело к вам в голову, значит, забило его гвоздем в вашу голову. Вот. Значит, сколько у меня осталось? 5 минут. Очень хорошо. Значит, теперь давайте я, значит, значит, поразмахиваю руками и скажу, я не сказал ничего, что надо делать над внезамплым полем, вот. Ну вот я два слова скажу, что надо делать над внезамплым полем. Во-первых, значит, что такое кривая над внезамплым полем? Кривая над внезамплым полем, скажем, плоская кривая над внезамплым полем, это просто такое кольцо, то есть, вместо кривой мы просто рассматриваем кольцо. C от чего там T было у меня, да? C от T Y C от T Y фактор по какому-то многочлену F фактор по какому-то многочлену F. То есть, вместо кривой мы теперь рассматриваем просто кольцо. мы требуем, чтобы у него не было делителей нуля, вот, и требуем, чтобы для любого максимального идеала M, давайте это кольцо R обозначим, вот, для любого максимального идеала V M фактор по M квадрат размерность над полем вычетов R по M это поле поле, потому что M это максимальный идеал, значит, M по M квадрат является векторным пространством над R по M, чтобы эта размерность равнялась единице. Тогда кривая X соответствующая кольцу R называется гладкой. Неплохо бы сказать, что такое кривая X. По крайней мере, если есть кривая, то есть некоторое множество, может быть, на нем еще есть какая-то топология. Так вот, множество X, то есть кривая X как множество, это просто по определению по определению множество максимальных идеалов кольца R. Да, а идеал называется максимальным, если R фактор по M поле. вот теперь я хотел бы сказать и очень бегло скажу, что такое core из точки в вот в эту самую X, которая можно ввести здесь топологию, на самом деле, вот в эту кривую X. Core из точки в X это есть не что иное, как снова дивизоры на X. А что такое дивизоры на X? это сумма значит N и конечные линейные комбинации значит умножить на какие-то максимальные идеалы M и T принадлежат Max R и T которые есть точки X вот всему этому можно придать геометрический смысл, но за 5 минут я не придам этому геометрический смысл. Мораль примерно такая, что над лгебрологическим сам полем, то есть над C точки взаимно однозначить соответствуют максимальным идеалам. что точка, что максимальный идеал в кольце функции на кривой это одно и то же просто. А здесь у нас в некотором роде точек нету. Поэтому чего делать-то? Надо же сказать, что такое точка. Вот мы и говорим максимальный идеал. И значит предпучок с трансферами с трансферами он как всегда каждый вот этой кривой x мы так и будем рисовать все равно x каждому здесь соответствует кольцо какое-то r а здесь соответствует кольцо r' ну вот каждой точке здесь то есть максимальному идеалу здесь значит можно сопоставить r' штрих фактор по r' значит для каждого такого r' должен быть свободным r-модулем с конечным базисом тогда f от x тогда задан как и раньше предпучок с трансферами если для каждого для каждой такой ситуации задан гауморфизм сверху вниз называемый гауморфизмом трансферы и такой что выполнено то самое свойство которое было раньше и написано dy вот это есть dy тут кратности появляются кратности появляются ровно так же как у нас кратности появляются над алгебра с кезамптом полем вот пользуясь той же самой теоремой dy со звездочкой от от s равняется пи со звездочкой от s вычисленной в точке y вот должно быть выполнено опять же такое свойство значит мовен лемма формулируется и и формулируется также значит после подходящих там значит маленьких замен и главное что она и доказывается так же потому что все чем мы пользовались при доказательстве это линейными заменами координат вот но линейные замены координат значит мы говорили лямбда комплексное число а теперь мы будем говорить что лямбда это элемент из поля k есть если поля k бесконечно то осмыслено выражение для почти всех элементов из поля k то есть для всех кроме конечного числа у нас есть подходящая замена у нас появится утверждение 1 и утверждение 2 в общем произойдет все что нам нужно вот и в качестве следствия для гомотопически инвериентного передпочка с трансферами мы получим что значение s в точке x0 можно посчитать как разное значение в точке а и значит и в точке как такую разность d a со звездочкой от s минус d0' со звездочкой от s вот если вот благодаря мовенлеме опять же окажется что значит d a со звездочкой от s равно 0 d 0' со звездочкой от s равняется 0 и поэтому s от x0 равно 0 единственное что мы все это выскажем выскажем ну на языке колец или если ввести некоторый геометрический язык то все это выскажется на геометрическом языке вот и мораль будет такая что здесь уже интересная мораль если s на дополнение к v является суммой двух квадратов то тогда значит вот это число окажется суммой да и в качестве предпучка мы возьмем предпучок просто обратимых функций то вот это выражение окажется суммой двух квадратов потому что произведение сумм двух квадратов это сумма двух квадратов вот это выражение окажется суммой двух квадратов потому что произведение по тем же соображениям вот а частная сумма двух квадратов тоже сумма сумма двух квадратов И поэтому мы заключим, что s от x0 в мультипликативном смысле – это сумма двух квадратов. Я понимаю, что все закончено. Спасибо большое. Спасибо большое за стойкость, за интересные вопросы как во время лекций, так и на скамейничках. Еще осталось два дня. Не стесняйтесь, подходите. Я уверен, что много чего осталось непонятно. Но, как всегда, не стесняйтесь, подходите, спрашивайте любые вопросы. В частности, не по математике. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.